Приветствую вас! Давайте разберем наш вопрос. Суть вопроса в том, что женщина встречается с мужчиной без обязательств, не хочет у него замуж, встречается с женатым мужчиной, не хочет уводить его из семьи, встречается с женатым мужчиной без каких-либо притязаний, говорит о том, что сама обеспечена, что всё как бы у неё есть, в том числе и ребёнок, в общем да, хочет просто встречи просто хорошо проводить время. Но проблема в том, что мужчина ведёт себя несколько странно. Во-первых, их связь длится уже довольно давно и, соответственно, какой-то страсти, какого-то огонька уже нет. Особого общения между ними нет тоже, помимо встреч. А само общение в общем и целом сводится к тому, что мужчина обсуждает с автором вопроса в своей семейной жизни. Свои семейные дела. Человека, автора вопроса, это не устраивает. Вот. И она и просила его не говорить об этом, но тогда получается, что как-то поговорить им вообще особо не о чем. И уйти пыталась, но не получилось. Он говорит, что не отпустит её добровольно. В общем, что делать она не знает. Вопрос состоит в том, что он её устраивает полностью, но не устраивает, что нет порывов, нет страсти, нет каких-то, ну, в общем, спонтанности нет, огонька нет, скажем так. И, в общем-то, вопрос, можно ли разжечь эту страсть? Вот тот вопрос, который задаёт человек. Можно ли разжечь страсть? Да, можно ли, чтобы вновь были какие-то порывы и так далее. Вот. Что здесь хочется сказать, в первую очередь? В первую очередь хочется сказать, что страсть развить, конечно, модно. И самый простой способ – это доступность. Ограничить доступность вашему мужчине, вот. И как бы заявить о том, что, ну, хотя бы, вот, просто что вы не уверены, да, то есть, ну, вот, лишить его какой-то определённости в этом смысле. Да, сам автор вопроса, сам автор вопроса говорит о том, что формат отношений неясен, зачем он ей нужен, неясен. На этот вопрос он чёткого ответа не даёт, потому что, говорит, в начале было всё несерьёзно, а теперь я уже даже не знаю. Ну, очевидно, что здесь играет роль привычка достаточно сильно, очевидно, здесь играет роль то, что с автором вопроса мужчина реализует одно, себя в семье реализует другое, то есть, как мы тут, в принципе, всё плюс-минус понятно. Но для автора вопроса есть некая неопределённость. В целом, такое вот подвешенное состояние. Чтобы разжечь страсть, нужно лучше понимать характер вашего мужчины, его психологический, скажем так, портрет, да. Потому что без знания предпочтений, без знания того, что это за человек, какой это человек, соответственно, сказать что-либо сложно. Это первое. Ну и я не думаю, что, честно говоря, это прямо, знаете, задача психолога этим заниматься, честно говоря. Вот, то есть, ну, мне сложно представить психолога, который пытается найти способ как разжечь страсть в отдельно взятом мужчине. Вот. Но, другой момент, на который хочется обратить ваше внимание, это на определённую противоречивость. С одной стороны, вы производите довольно стойкое впечатление, что вы человек, который знает, чего хочет. Человек, который не упустит своего отчет. Человек, который, ну, вот, так скажем, ну, отдаёт себе отсчёт в том, что ему нужно. Да? С одной стороны, вы производите такое впечатление. Но, с другой стороны, почему-то действует здесь у вас такая история, что вы находитесь в подвешенном состоянии. Вот, что немного, конечно, странно. То есть, с одной стороны, вроде бы вы знаете и понимаете, чего хотите, вроде бы с этим проблем у вас нет. Вот. Но, с другой стороны, вы как бы в подвешенном состоянии получат. Да? Ну, по факту. По факту. Вот. В подвешенном состоянии получат. И, соответственно, возникает вопрос в таком случае. А как же, каким образом вы в этом состоянии, вообще говоря, оказались? Вот вы говорите, что пытались расстаться по-хорошему, но, ну, не получалось, да? Но, человек вас, как я понял, вот, не отпускал, как вы сам, в принципе, говорите. Так, вопрос здесь, знаете, какой, на мой взгляд? Почему, эээ, почему вам нужно разрешение, чтобы от него уйти? Почему вы ждёте, что он вас отпустит? Вот что, как мне кажется, важно. Зачем ему вас отпускать, если ему удобно? Эээ, с вами, МГМ. Я не буду с вами, ему удобно. Вот. Зачем ему, ему как-то, эээ, ваши отношения, ну, отношения, эээ, оформлять? Для чего ему оформлять ваши отношения, если, извините, и так всё хорошо? Если, извините, и так всё здорово, вот. Как бы, смысла, смысла в этом особо нет, понимаете? Какая, какая штука. Вот, ну, неприятная штука, да. Это правда, но, вот, это работает именно, как мне кажется, таким образом. Вот. Поэтому, эээ, вам бы здесь, ээээ, как-то вот себя спросить. В первую очередь, вам бы здесь к себе обратиться, в первую очередь. Вот. И, эээ, почему вы, вот, в этой ситуации, так, достаточно слабо, получается, на себя полагаетесь. Вот. Я думаю, что, какая-то причина у этого есть. Вот. А вы, вроде бы, говорите, что я за него не держился, всё, но, в то же время, говорить, что он не хочет от него уходить, что он не нравится, там, и так далее. Вот. Это, кстати, нормально. Это, кстати, нормально, что вы, что он вам обеспечивает. Знаете, мне кажется, вы боитесь, эээ, как будто бы, мне кажется, вы боитесь, ээээ, признать, что, у вас есть какая-то заинтересованность. То есть, если вы это признаете, то случится что-то, обязательно, нехорошее, плохое и так далее. Ну, в общем, страшно. Получится страшно. Получится страшно. Как говорится. Ну, мне кажется, что вам бы, ээээ, здесь, ээээ, по возможности, по возможности, о своих, эээ, желаниях, да, о своих, эээ, потребностях, как бы, разобраться, ну, просто, чего вы хотите-то, на самом деле, вот, что вам нужно тогда вообще. И тогда уже на этой операции операться и, как бы, отталкиваться. Ну, вот. А сейчас такое ощущение, что брать ответственность за свои потребности, ну, вам, как бы, то ли страшно, то ли тяжело. Вот. А это, в принципе, ну, я бы сказал, что делать необходимо, если вы хотите, допустим, вам в вашей ситуации станут. Вот. Вот. А, вот, наверное, как-то так. Вот. Я очень надеюсь, что, эээ, главное протоколение, которое я вам здесь озвучил, оно для вас весна. Вот. Я очень, очень надеюсь, что вам оно понятно. Вот. Если непонятно, то, ну, если вдруг, если вдруг, если вдруг, если вдруг непонятно, вот, что я там имею в виду, то обращайтесь. Вот. Обязательно. Раскрою. Обязательно попробую, что я расскажу, ну, то есть, да, либо мы с вами пообщаемся, либо еще один аудио. А то я запишу. Вот. То есть, с этим все. Договоримся. Ну, я надеюсь, что все число. А, в целом, то, что вам нужно для себя, как мне кажется, понять и увидеть, это то, что вы привыкли жить определенным образом, привыкли жить определенным, ну, в определенном стиле, если угодно. Вот. И... Вряд ли... Вряд ли вы... Вряд ли вы... Вряд ли вы... Вряд ли вы... Легко отказываетесь от выбранного стиля. Вам это... Это будет, ну... Страшно. Вам будет страшно. Вам будет страшно. Вот. Вот. И... Если... Учиться по-новому, да? Жить. А... То, что вы говорите, например, вот... Что-то. Вот. Помогите разобраться. Например. Например. Вот. Вы... Вы же так говорите. А... Предполагает какие-то изменения. Вот. То есть... Изменения даже в вас. На самом деле. А... Если... Да... Если даже... Вы хотите... Вот. Ну... Разжечь... В... 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 В мужчине, я имею ввиду. Если вы хотите... Разжечь... Стресс. Да? Вот. Кто... Установит... Предполагает... Ну... Определенные изменения у вас. Определенные изменения вашего поведения. Так или иначе. Поэтому... Вот... Ну... Вот. Ну... А... В данном случае вам... Стоит подумать о том... Хочу ли я... Готовый ли я... Готовый ли я... Хорошо? Супер. 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 Прекрасно. Мы вам поможем. Вот. Если не готовы меняться... То... Как бы... А... 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 Тогда... Ну... Сорвестно... А... В... Вопрос... Возникает... Да? Чего вы хотите? А... 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 Вот. К примеру... Хотите... А... Ну... Если... А... Если вы хотите этого... То... Всегда будет зависеть от... Третьих лиц... А... А... В том смысле, что... А... 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 Вот... Ну... Сейчас одна... А... А... Ситуация... А... 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 потом... Еще ситуация... Появится... Как раз... Вот... Потом... Еще ситуация... Как раз... Появится... И вот... Чтобы их их каждый раз не обращаться... За... Советом? Условно говоря... Да? Условно говоря... Стасов ГОвария... Чтобы каждый раз не обращаться... На мой взгляд... имеет смысл как бы вам подкорректировать свое поведение, свою модель, свою поведенческую модель и как бы идти в свободном, спокойном положении, уже так как вы хотите, в смысле как вам хочется. Ну и естественно, конечно же, конечно же, конечно же, речь идет и в том числе про вашу ответственность. Понимаете, да? То есть именно вот ответственность ваша не только за то, что надо, что у вас в целом хорошо получается, я уверен, за то, что вы хотите. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, да. Позволит вам начать работу над собой. Вот. Позволит вам начать действовать. И сформулирует первые постулаты для психотерапии. Вот. Понимаете, да? Вот. Удачи. Удачи вам самого доброго. Обращайтесь за помощью. Обращайтесь за, так скажем, поддержкой. Спасибо. Кроме того, это есть. Продолжение следует...